Здравствуйте! В эфире нашей телекомпании программа подробностей. Сегодня у нас в гостях Макарова Валентина Александровна, начальника отдела организации «Досуга» управления культурой администрации города Рязани. Здравствуйте! Здравствуйте! Валентина Александровна, ну, во-первых, с наступающими вас праздничками новогодними. У нас уже стартовали предновогодние мероприятия в городе. Давайте расскажем зрителям, напомним еще раз, куда можно сходить в эти дни. В общем-то, все культурно-досуговые учреждения города, учреждения дополнительного образования детей, все готовят к Новому году свои представления. И, конечно же, во все учреждения – это Дворец культуры Преокский, Дворец культуры «Октябрь», Центральный парк культуры и отдыха, Муниципальный культурный центр, ну и Дворец молодежи. Конечно же, все готовят новогодние представления для детей. Состоятся губернаторские елки, елки главы, подготовлено много подарков. И я думаю, что, несмотря на то, что на улице идет дождь, Новый год никто не отменял. И он состоится, он придет строго по расписанию. Поэтому и настроение нам нужно создавать. Начали мы создавать настроение с прекрасного мероприятия, который второй год уже прошел у нас, и очень удачно. Это парад Дедов Морозов и Снегурочек. Этим мероприятием мы открыли новогодние праздники. Вы знаете, в этом году какое-то удивительное ощущение возникло, когда мы готовили это мероприятие. Все эти Деда Мороза, Снегурочки, они уже все перезнакомились, они друг друга знают. И какая-то атмосфера семейного такого мероприятия. И на площади, когда пришел наш парад, на площади ждали очень много родителей с детьми. И, в общем-то, было здорово. Пришли все Деды Морозы наших профессиональных театров. Всех поздравили с наступающими праздниками. В общем, как бы старт дан был. Мероприятия готовятся, уже практически готовы. Ждем погоду. Ждем погоду и очень надеемся, что в новогоднюю ночь она нас не подведет. Главное, чтобы не переборщила. Ну, стоит, наверное, также отметить, что и в новогодние праздники дом сидеть нельзя. Да? У нас что будет проходить вот в эти праздники? Ну, конечно. Уже стала традицией, что в новогоднюю ночь площадь Победы ждет всех рязанцев на программу, которую готовят артисты рязанские. И мне бы хотелось сказать, что рязанские артисты очень стараются. Они ничуть не хуже каких-то заезжих гастролеров. Мы часто не всегда должное отдаем нашим талантливым артистам. И очень много людей есть поклонников у группы «Русский квас», которым руководит заслуженный артист России Владимир Блохин. Уж я думаю, они смогут зажечь и согреть публику в любой мороз. У нас будет выступать только трижды лауреат премии президента Российской Федерации Антон Минаев. В этом году он получил третью премию. Мы привыкли. Антон Минаев, Антон Минаев, прекрасный певет. Он трижды лауреат этой премии. И мы тоже об этом не должны забывать. И мы с удовольствием предоставляем возможность ему порадовать своих поклонников в новогоднюю ночь. Это прекрасные лауреаты множественных фестивалей, эстрадных. Ирина Кобзева и Юрий Леонтьев, которые тоже очень хорошего уровня артисты. И я думаю, что у нас будет весело. Достойный праздник, должного уровня, как вы уже сказали, соответствующий нашим артистам. Готовит свою программу диджей Володя Перес. Наверное, многие знают его. Ну, в общем, вроде бы как все, как обычно. Но мы каждый год все-таки стараемся. Какие-то сюрпризы, о которых узнают те, кто придут к нам в новогоднюю ночь. А фейерверки-то вот главные... Ну, Калина, ну как нам обойтись без фейерверков? Конечно, это невозможно. В два часа, на площади Победы, ровно в два часа состоится главный фейерверк новогодний нашего города. Каждый год у строителей фейерверка как-то делают все краше и краше этот фейерверк. Ну, и во всех районах города определены точки, где тоже будут показаны для тех, кто не хочет сидеть за столом, хочет выйти на улицу, и концертные программы, и фейерверки. У культурно-досугого центра «Октябрь», у дворца культуры «Приокский» и у арт-клуба «Планетарий» состоятся фейерверки. Второго января тоже фейерверк состоится у нас, и большая культурная программа традиционно состоится в Солочи. Это уже... Для тех, кто любит выезжать за город. Для тех, кто любит выезжать за город и любит нашу Солочи. Ну, как ее не любить, вот скажите. Да, это совершенно верно. В любую погоду. Для детишек. Что у нас для детишек будет? Для детишек. Вы знаете, я бы хотела пригласить всех детишек. Все-таки понятно, что все профессиональные театры готовят новогодние представления, елки, новогодние представления у елок. И, конечно же, здесь и театр кукол ждет, и театр драмы, музыкальный театр, театр на Соборный. Но хочется пойти на улицу. На улице каждый день вас ждет с маленькими детьми программа и елка, и все персонажи новогодние в Центральном парке культуры и отдыха. Каждый день они программы показывают с 30 по 10 января в 12 часов, а с 1 по 2 чуть позже в 2 часа. Это у нас утренники для детей. Ну, я уже говорила о том, что во все культурно-досуговые учреждения можно приходить, и там тоже ждут всех программы для детей. Свободный вход? Ну, где-то свободный, где-то нет. Я думаю, что стоит заходить на сайты учреждений. Сейчас все это, да. В Центральном парке культуры и отдыха свободный вход. Приходите, и я думаю, что ваши дети получат удовольствие. Но у нас же параллельно еще и катки будут открыты. Да, я забыла сказать о том, что все-таки мы надеемся, что у нас будут работать катки. В этом году их рекордное количество. Должно быть залито 40 катков во всех районах города. И я думаю, что любители покататься на коньках, поиграть в хоккей, я думаю, что все-таки нас Дед Мороз порадует, порадует, побалует хорошей новогодней погодой. И дети получат свое удовольствие тоже. После того, как куранты пробьют, у нас следующий праздник-то главное – Рождество. Вот в эти дни что у нас будет в городе? Ну, конечно же, в рождественские дни мы готовим мероприятия. Ждут всех любителей гармошки на традиционный праздник «Играй гармонь» в муниципальный культурный центр. Концерт «Рождественские звезды» готовит у нас культурно-досуговый центр «Октябрь». Готовится много спортивных мероприятий в эти дни. И завершаются новогодние мероприятия фестивалем «Рождественская радость», который состоится 16 января в муниципальном культурном центре. Полную информацию где рязанцы могут узнать? На сайте управления культуры администрации города Рязани, на сайтах учреждений культуры. Ну, вот вы говорите, что вы стараетесь всеми силами сейчас подарить рязанцам новогоднее настроение. У вас у самой есть новогоднее настроение? Оно сейчас присутствует? Ну, вы знаете, тот парад Дедов Морозов, он дал такое настроение очень хорошее. Более того, моя младшая дочка пригласила меня на московские улицы. Мы с ней погуляли по Тверской, по Красной площади. И я просто, ну, там так красиво набралась эти впечатления. И готова и дальше встречать Новый год. И дарить свое настроение своим окружающим. И дарить свое настроение. Ну, это самое главное. Ну, давайте, наверное, поздравим рязанцев с наступающими праздниками, пригласим их. Дорогие рязанцы, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Пусть этот Новый год, символом которого будет у нас обезьянка, пусть этот год принесет много позитивного, много движения, много радости. А вместе с движением придет о здоровье. Валентина Александровна, спасибо вам огромное, что пришли к нам. Еще раз с наступающими вас праздниками. Легко вам закончить год, оставить все позади и со свежими силами войти в 2016. Спасибо большое. Ну, это была программа подробностей. Мы с вами скоро увидимся. Не переключайтесь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»